Еще жалобы прорвались в эфир. Жильцы домов на улице Романа Ердякова обратились сегодня в нашу редакцию. Они возмущены постоянными раскопками. Все лето они просидели без горячей воды. Тепловики устраняли утечки на сетях. Сейчас там снова ликвидируют прорыв. По их словам, как только наступила оттепель, пропал и кипяток в кранах, и отопление, причем почти на сутки. Вдобавок, гигантская траншея сейчас мешает пешеходам. О том, когда улица перестанет быть коммунальным полигоном, выяснял Алексей Иванов. Траншея находится прямо возле входа продуктового магазина. Местные жители опасаются, что в глубокую яму кто-нибудь да упадет. Здесь живут рядом пенсионеры и семьи с детьми. Мы возвращаем рубрику «Наболело». Все, что вас волнует, либо интересует, вы можете сообщать нам. Нашу группу ВКонтакте. Ссылку вы видите на экране, либо по номеру телефона. Он также на экране. По словам жителей, обратившихся на Первый городской за помощью, каждый проход по тротуару превращается в испытание равновесием и смелостью. Лишь один неверный шаг, и можно оказаться на дне траншеи. Во время оттепелей и заморозков место станет еще более угрожающим. Огорожена траншея только с двух сторон световых сигналов, которые могли бы сообщить о опасности в темноте, там нет. У нас просто крик души, как девушек, живущих на улице, героя России. Мы уже целый месяц не знаем, как тут пройти в красивых сапогах, прогуляться по своей любимой улице. А сегодня просто там опасная зона, и все перекрыто. Что нам делать? По номеру телефона, который написан на опасной зоне, мы просто не можем дозвониться. Местные жители также сообщили, что раскопки на улице Романа Ярдякова длились минимум половину прошлого года параллельно с исключением водоснабжения. Надеялись, что на это все закончится, но нет, ямы появились вновь. Жильцам домов не сообщили ни причину раскопок, ни их сроки. Там вот эта трасса Ярдякова, это вообще гибное место, потому что сети, которые там лежат, эти лепсисти, которые мы передали, они из ромда вырежут. Там просто живого места нет. И у нас там вся трасса была в работе, все морозы. А с вчерашнего дня, так как потеплело, мы на день отключаем, ремонтируем, включаем потребителей обратно. На теплосети необходимо отремонтировать три дефекта. Это сделают в течение пятницы, и за несколько дней ямы зароют. Однако летом местных жителей опять ждут неудобства, и улицы перекопают для масштабной и внеплановой реконструкции. Алексей Иванов, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова